В истории ислама есть такие дни, которые вправе называться «днями ислама». Об этих днях нужно помнить, изучать и рассказывать о них людям, так как они внушают надежду на великое будущее мусульман и помогают им достойно проходить через тяжелые испытания и несчастья. Всевышний Аллах сказал, «Мы отправили Мусу в качестве пророка с нашими знамениями и чудесами, приказав ему, выведи свой народ из мрака неверия, к свету веры и напомним дни Аллаха, поистине, в этом напоминании знамение для каждого терпеливого и благодарного». К этим дням Аллаха относится день, в который произошло великое сражение, записанное в истории как «Битва трех королей» или «Битва при Эль-Ксар-эль-Кабире». Это крупное сражение между португальским войском и марокканским ополчением на севере Марокко, близ города Эль-Ксар-эль-Кабир, состоявшееся 4 августа 1578 года. Битвы, последствия которых меняют код событий, которые приводят к большим изменениям, достойно называться великими битвами. Но прежде чем углубиться в детали этого сражения, давайте вспомним, что каждый мусульманин может внести свой вклад в распространение добра. «Станьте частью нашего дауата и получите вознаграждение садакат-уль-джария». Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, «Лучшее деяние – это то, что совершается постоянно, пусть даже оно будет небольшим. Вы можете сделать пожертвование по ссылке в описании. Да воздаст вам Аллах многократно». Возвращаясь к нашей теме, важно отметить, что битва трех королей примечательна не только своими последствиями, но и событиями, которые предшествовали этому столкновению. В качестве предыстории данного сражения стоит упомянуть краткую историю Марокко и Португалию тех времен. С 1574 года в Марокко правил Абу Абдулла Мухаммад Аль-Мутаваккель, султан из династии Саадитов. Став султаном после смерти своего отца, Мухаммад Аль-Мутаваккель убил своего брата и посадил в тюрьму другого. Дядя султана Аль-Мутаваккеля, Абу Маруан Абдул-Малик I, в то время уже много лет находился в изгнании в Османской империи. В 1576 году Абу Маруан заявил о своих претензиях на престол и при поддержке султана Османской империи вторгся в Марокко. В серии битв он три раза победил войска Мухаммада Аль-Мутаваккеля, занял город Фес и стал султаном. После этого Мухаммад Аль-Мутаваккель убежал сначала в Испанию, а затем в Португалию к королю Себастьяну I, которого убедил начать военную кампанию против нового султана Марокко. А каким было положение Португалии? К этому времени Португалия вот уже как четыре века была отделена от великого исламского государства Андалуз. В ходе реконкисты в 868 году было создано графство Португалия, а в 1139 году оно стало независимым королевством. В первой половине XVI века Португалия достигла наивысшего рассвета, как колониальная империя. Ее колонии были раскинуты от Бразилии до Китая. Вся эта торговая и колониальная империя после смерти короля Жуана III, который на тот момент не имел наследников среди своих сыновей, досталось его внуку Себастьяну I. Король Себастьян вырос без отца и матери. Он был воспитан и езуитами, представителями ордена Римско-католической церкви, поэтому имел религиозное образование. Кроме того, с детства он зачитывался рассказами о похождениях первых крестоносцев. Оттуда у него была мечта об организации своего крестового похода и завоевания исламского Марокко. Итак, бывший султан Марокко Абу Абдулла Мухаммад Аль-Мутаваккель обратился за помощью к Себастьяну I, который увидел во вмешательстве в марокканскую междоусобицу верный путь к достижению своих целей. Истратив внушительную часть казны, Себастьян собрал армию португальского рыцарства. Кроме них в походе приняли участие опытные наемники из Испании, Германии и Италии. Последними командовал английский воевода Томас Стакли. В свою очередь марокканцы обратились за помощью к Османской империи, которая отправила 10-тысячный корпус турецких солдат Янычар. Абдуль Малик сильно болел, но, несмотря на свою болезнь и совет врачей не отправляться в поход, он лично возглавлял марокканское войско. Португальская армия подошла к Эль-Ксар-эль-Кабиру, где их ожидали войска Абдуль Малика. Там они попали в ловушку между рекой Лукас и ее притоком Аль-Махазином, не приняв во внимание, что уровень воды в реках сильно повышается во время прилива. Несмотря на то, что португальцы были утомлены длительным переходом по пустыне, король отдал приказ к атаке. В начале битвы стороны начали стрелять друг в друга из пушек и мушкетов. В первые минуты битвы командир наемников Томас Стакли был разорван пушечным ядром. Смерть Томаса, который был мозгом армии Себастьяна, очень сильно потрясла португальцев и заметно повлияла на их боевой дух. После обмена залпами пушек Абдуль Малик лично повел на противника мобильную кавалерию, построенную полумесяцем, и сжал неприятеля в клещи. Всего за четыре часа было убито 8 тысяч португальцев и взято в плен 15 тысяч. Среди убитых был Абу Абдулла Мохаммад Аль-Мутаваккель, предатель своей родины, обратившийся за помощью к неверующим португальцам против своего народа. Также был убит Себастьян I, тело которого так и не было найдено. Есть версии о том, что он утонул в реке, воды которой сильно поднялись из-за прилива. После сражения из-за огромного напряжения сил обострилась болезнь Абдуль Малика, и он скончался, став третьим королем, умершим в этой битве, которая по этой причине и была названа «Битвой трех королей». Поражение в этой битве привело к тому, что Португалия утратила свою независимость. Спустя два года испанский король Филипп II, применив военную силу, добился признания своих прав на португальский престол. И на 60 лет Португалия стала владением испанских габсбургов и навсегда утратила положение великой державы. Марокко же, напротив, испытала стремительный взлет. После смерти Абдуль Малика правителем стал его брат Ахмад Аль Мансур, который добился территориального, экономического и политического подъема государства. Просим Аллаха даровать мусульманам свое содействие и возможность испытать на себе радость от подобных побед. Продолжение следует...